В эфире информационная программа «Панорама Севера». В студии Лариса Истомина. Здравствуйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В отношении муниципального водоканала Архангельска. В итоге предприятие вынуждено отказаться от планов по строительству кольцевого водовода, который позволяет избежать отключений при неисправностях на тысячнике. Средств хватает только на поддержание водопровода и канализации в работоспособном состоянии. Но долго так продолжаться не может. Число аварий будет расти. Поэтому депутаты облсобрания согласились с мэром Виктором Павленко. В областную программу развития Архангельска должны быть включены объекты коммунальной инфраструктуры. В Маймаксе, где огромное количество деревянного уже аварийного фонда, не хватает в пенсионных коллекторах. Не справляются с существующим. Коллектор, который у нас по ценам маймаксанских, который у нас по ценам прошлых лет стоит более 500 миллионов рублей, мы можем тоже сюда включить. Это тоже функция областного центра, потому что все учреждения входят в эту трубу. И мы на очистные сооружения вместо 140 тысяч кубов, которые поднимаем, доводим 70. Также мэрия предлагает выделить областные средства на завершение строительства кольцевого водовода вдоль проспекта Дзержинского от обводного канала до улицы Гагарина. В плане также строительства канализационного коллектора от посёлка Экономия до очистных сооружений в Северном округе. А в перспективе нужно строить новый водопровод. Дюкер через Северную Двину, Высокогорский округ. Возобновление действия программы развития Архангельска как областного центра – это принципиальный вопрос, от которого напрямую зависит качество жизни жителей столицы Поморья. И депутаты облсобрания от города готовы до конца поддержать позицию муниципалитета по восстановлению финансирования Архангельска из областного бюджета. По большому счёту, даже последний оплот, последний оплот сопротивления – это поправка в бюджет от имени горсовета. Там что получится – выиграть, не выиграть, но играть-то надо. Горожане хотят видеть перспективу развития родного Архангельска. И выбранный населением мэр Виктор Павленко, в отличие от назначенцев сети менеджеров, работает на стратегическую перспективу. Поэтому и предлагает принять долгосрочную программу развития столицы Поморья до 2018 года. До 2018 года, давайте распишем, в 15-м столько-то объектов, в 16-м, в 17-м, до конца срока вашего работы. И вы выполните свои наказы, и всем будет понятно и правило играть. В завершении встречи участники решили, перечень объектов для включения в проект программы развития Архангельска как областного центра в 2015 году будет подготовлен и согласован до 15 августа. Артемий Заварзин, Алексей Карельский, Ольга Красулин, Алексей Шаршов. Панорама Севера. Летом специалистам компании «Ремикс» и предприятия «Аксум» покой только снится. В светлое время суток по договору с мэрией Архангельска они ремонтируют дороги. Накануне спецтехника работала в районе площади профсоюзов. Несмотря на конец лета, на дорогах Архангельска температура только повышается. Это специалисты-ремонтники укладывают асфальт на набережной Северной Двины от улицы Роза-Люксембург до Поморской. «Включают эти работы фрезерование дорожного покрытия старого, выведение колодцев на проектную отметку, укладка выравнивающего слоя асфальта, что происходит в данный момент, и укладка верхнего слоя покрытия площадью 5 см». На ремонт важного участка мэрия Архангельска выделила более 10 миллионов рублей. Их скорейшего освоения прежде всего ждут автовладельцы. «Отношусь очень позитивно, тем более то, что работа проводится своевременно, в теплую, хорошую погоду, то есть, судя по всему, асфальт будет стоять очень долго. А мне, как автолюбителю ездить, конечно же, по хорошей дороге гораздо приятнее, нежели объезжать кочки, ямки». Кочек и яма, как уверяют дорожники, теперь долго не будет. Гарантию на отремонтированный участок специалисты дают на 4 года. Жаль только, что из-за приостановления областью программы развития Архангельска как областного центра, далеко не все артерии города удастся привести в порядок. «680 миллионов мы лишились, поэтому пришлось срочно корректировать программу и выбрать самые, что называется, острые проблемы, которые есть на дорогах. У нас с дорожного фонда 76 миллионов рублей, мы все 76 миллионов денег используем, все до копейки, для того, чтобы закрыть самые острые моменты». Дорожные проблемы на набережной Северной Двины планируют закрыть новым асфальтом к 3 сентября. Алексей Карельский, Олег Ширяев, Панорама Севера. Исключение из санкций. Безлактозное молоко, товары для диабетиков и аллергиков, часть биодобавок и некоторые другие продукты иностранного производства не исчезнут с российских прилавков. На такое решение правительства страны повлияло обращение сенатора от Архангельской области Константина Добрынина и заслуженной артистки России Дианы Гурской, премьер-министру Дмитрию Медведеву. Мы связались с сенатором, чтобы выяснить детали обращения. Белковые, низкая холестерина, забьютеновые продукты, которые не производятся вообще на территории России, либо производятся в ограниченных количествах. И, соответственно, огромное число наших граждан, к сожалению, инвалидов, людей, страдающих хроническими заболеваниями, будут лишены определенного доступа к еде. Поэтому мы посчитали, что это несправедливо, это неправильно. И написали письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с тем, чтобы они внимательно проанализировали в правительстве еще раз этот список и, по возможности, исключили из него эти продукты. Также мы обратили внимание, что, к сожалению, в список попали, ну, так называемое спортивное питание, да, специальные добавки для спортсменов, которые профессионально занимаются спортом. Это тоже не очень правильно, потому что Россия все-таки спортивная держава понимает, что нам предстоит выигрывать многие и международные соревнования, в том числе, нельзя ни в коем случае ограничивать своих спортсменов. Я считаю, что это абсолютно логичное решение, абсолютно справедливое решение, абсолютно человеческое решение. И это очень хорошо, что правительство так быстро реагирует. Говорит о том, что санкции точечные, санкции вынужденные и самое важное, что мы готовы, когда мы видим, что права наших граждан, в том числе при применении даже нами санкции нарушаются, что правительство готовы эти вещи корректировать и исправлять. Отдельно, конечно, хочется поблагодарить, особую роль увидеть в этом СМИ, потому что без вот такой широкой поддержки СМИ, без такого освещения, я думаю, что так быстро эта проблема, скорее всего, не была бы решена. Поэтому всем журналистам, средствам массовой информации, да вообще мирнодушным гражданам огромное за это спасибо. 19 августа отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. Ежедневно гуманитарные работники помогают миллионам людей во всем мире, независимо от того, кто они и откуда. Нужно ли оказывать гуманитарную помощь? Об этом мы спросили у Архангела Городцев. Я считаю, что нужно помогать. Можно и деньгами. Я не знаю, для кого это гуманитарная помощь. Если для Донбасса, то можно всё, всё, что можно помогать. Россия славилась тем, что русские люди всегда в трудную минуту помогали своим, чужим, всем, поэтому как-то ответ очевиден, на мой взгляд. Ну, не каждый может себе обеспечить достойную жизнь, ту, которую он хочет. И я думаю, что можно поделиться. Ну, и это чисто как человеческий фактор такой, что помощь другому. Я думаю, в любом случае всегда возвращаются все добрые дела, которые мы делаем. И я думаю, это отражается не только на взрослых, но самое главное на детях. А чем мы можем помочь другим странам, например? Ну, если там смотреть на ситуацию, которая складывается сейчас в нашем мире, да, то я думаю, мы можем помочь принять беженцев тех же самых, да, там, из Украины. Россия всегда будет помогать ближним и слабым, потому что Россия сильная страна. 11-летней Полине Лисенковой из Мизени срочно нужна ваша помощь. В июле этого года Полина отдыхала в летнем лагере. В поезде по пути домой ей стало плохо, и её госпитализировали в больницу Тамбова. Там девочки поставили диагноз – диффузная глиома ствола головного мозга. Там же Полине был проведен курс химиотерапии, после которого состояние её улучшилось. Для проведения операции врачи посоветовали родителям Полины обратиться в клинику Израиля. Из Тель-Авивского медицинского центра они получили положительный ответ. Однако лечение там стоит 80 тысяч долларов. Родители Полины Лисенковой просят оказать любую посильную помощь. Реквизиты расчётного счёта вы видите на экране. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о главном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Национальной школе архитектуры в Париже воссоздали дом Сутягина. Макет дома они назвали «Шабашник». Поражаясь, какой точностью и заботой французы передали это творение. Свою работу архитекторы из Франции посвятили архангелогородцу Николаю Сутягину. Новодвинский стрелок Леонид Якимов выиграл сразу два золота и стал чемпионом России. Соревнования проходят в Подмосковье. Первая победа досталась нашему земляку в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров. В стрельбе из пневматического оружия Якимову также не было равных. В начале сентября Леонид будет отстаивать честь России на чемпионате мира в Испании. Сегодня православные отмечают преображение Господне. В народе этот праздник называют «яблочный спас». В этот день освящают яблоки и другие плоды – груши, сливы, виноград. Так христиане благодарят Господа за дарование щедрого урожая. Житель Архангельска Николай Токарчук уже больше 20 лет выращивает в самом центре города Яблони. А пять лет назад садовод-любитель собрал урожай вишни. В чудо-саду побывала Елена Матвеева. Хозяина удивительного сада Николая Токарчука. Наша съемочная группа застала в очень ответственный момент. Бережно, чтобы не повредить тонкие ветви, он собирал вишню. Ягоды крупные, красные, лаковые. А начиналось все пять лет назад. Тогда садовод-любитель привез из Плесецкого района саженец. Посадил по осени, а весной увидел – не погибла вишенка, перезимовала, прижилась. Первый год там немножко укоренялась, потому что я маленькую очень привез. Укреплялась и потом очень быстро начала расти. И буквально на третий год она уже дала плоды. Когда первые зародыши только появились, зелененькие, я уже ходил, каждый день наблюдал, как они прибавляют. При этом, как уверил нас садовод-любитель, специально за своими вишнями, а их сегодня на участке четыре, он не ухаживает, даже не поливает, разве что сырники выдергивает. В любом случае, этот вишневый сад вполне мог бы стать, если и не декорацией одноименной пьесы Чехова, то напоминанием о размеренной усадебной жизни. Вишневые сады в России навсегда останутся символом усадебной жизни. Именно в 18-м столетии вишня становится национальным плодовым деревом. Спелую ягоду в разгар лета вазами отправляли на ярмарки. Ну а вишневые наливки рачительные хозяева поместий заготавливали ничуть не меньше, чем кваса. Эти вишни с легкой кислинкой. Впрочем, варенье, которое готовит из них Николай Токарчук, это ничуть не портит. Но не только пурпурными ягодами удивителен сад Николая. Прогуливаемся под яблонями. Вот эта самая большая выросла из семечка, посаженного прямо в землю. Первые круглобокие плоды пришлось ждать почти 20 лет. Как рассказал наш герой, выращивал он на своем участке и абрикосы, и орех, и алычо. Но все же красавица вишня трогает сердце сильнее остальных. Я говорю, сейчас я подхожу к ней по пять раз на день и смотрю, и не могу насмотреться, как на красивую женщину. Елена Матвеева, Ольга Красулина, Панорама Севера. И еще об одном увлеченном человеке. Житель Новодвинска Сергей Юрецкий не только опытный садовод и огородник, но и сторонник спортивного образа жизни. Он соорудил у себя на дачном участке спортивный зал. Теперь Сергей Вениаминович не расстается со спортом в перерывах между поливкой и сбором урожая. Дачный спортзал оценила Алена Соснина. Свою жизнь Сергей Юрецкий посвятил спорту. Он по-прежнему находится в отличной форме. Сергей Вениаминович занимается физкультурой не только в специализированных помещениях, но и в дачном спортзале. Года три назад я решил, что здесь готовлюсь уже выходить на пенсию, внучка с внуком подрастает, и дальше и сыном мне надо заниматься, так как у него программа есть здоровительная. Вот решил построить так своими силами, такой простенький как бы спортивный сарайчик, будем так говорить. Все, потерял эти полиции, на выборах сейчас в магазинах любые, какие хочешь. А строить это же одно удовольствие, так сказать. Вообще строительство это одно из таких красивых занятий, то есть и удовольствия много получаешь от строительства. Спортивное сооружение сразу привлекло внимание всех дачников из кооператива Нигина. Такого чуда они еще нигде не видели. Зал просторный, светлый и отапливаемый. В нем легко можно играть настольный теннис, бадминтон и другие спортивные игры. Дальше планируется, что два кольца поставить, значит, баскетбол можно играть. И плюс шведские стенки, оборудование у меня для атлетики тоже дома есть. Там у меня маленький спортзал прямо в квартире есть. И там эти все гири, штанги, гантели всяких, это тоже есть. Только со временем они, конечно, перейдут сюда. И будет тут тоже уголок спортивный, маты есть специальные. Так что все это будет оборудовано, конечно. Было сложно устоять и лично не опробовать в деле дачный спортзал. Тем более в качестве тренера выступил сам Сергей Юрецкий. Начинаем? Начинаем. Придется, конечно, может быть, и турниры, так сказать, ну, пенчанеров проводить, например. Может быть, может быть, конечно, Негина там по какому-нибудь виду спорта. Нет, спортзал пустовать не будет. Особенно летом он пустовать не будет. Еще одно любимое место Сергея Юрецкого – это мини-дендрарий. Я решил вот это место на Бугарке отдать как бы под дендрарий. Насадить деревья всяких. Вот, например, пихточка у нас растет сразу. Три пихточки посадил. У нас они в лесу не растут. Я с юга их привез и посадил. Ну, потому что мешокеды попробовал посадить. Здесь клен тоже южное растение. Здесь, на этом участке, растут первые грибы. 30 мая я уже тут первые грибы кушал, сморчки. По окончанию съемок Сергей Юрецкий угостил нас баночкой морожки. Этот активный и позитивный человек от души делится с окружающими и оптимизмом, и даже заготовками. Свет вышел в свежий номер газеты «Правда Севера». Обзор основных его тем прямо сейчас. Первая полоса отдана разговору о Соловках. Сегодня, в праздник преображения, господня патриарх Московский в Сеяруси Кирилл совершил богослужение в Соловецком храме. Это своего рода традиция. А накануне на архипелаге прошло большое совещание с участием членов правительства России и губернатора Архангельской области Игоря Орлова. О чем шла речь, читайте в свежем номере газеты. Статья «Следят все». Федеральная антимонопольная служба открыла горячую линию для жалоб на необоснованный рост цен в условиях эмбарго на ряд импортных продуктов питания. Есть ли повод у жителей Поморья позвонить на горячую линию ФАС? Журналисты «Правды Севера» провели опрос крупных сетевых ритейлеров и представителей розничной торговли районов области. Из свежего номера вы сможете узнать о другой жизни Ивана Штофы. Ему пришлось 8 лет буквально сражаться за право выезжать в инвалидном кресле из подъезда многоквартирного дома, в котором он живет. Чем увенчалось это сражение и какой урок могут вынести другие люди с ограниченными возможностями? В материале «Правды Севера» В Архангельске прошла традиционная 55-я по счету комбинированная эстафета среди сотрудников полиции. Состязания были посвящены памяти бойцов архангельского ОМОНа Сергея Калмыкова и Алексея Митрофанова, которые погибли при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. За победу в эстафете боролись 9 команд подразделений внутренних дел региона. Стартовый выстрел и участники устремились на преодоление дистанции. Спортсмены-полицейские показали мастерство в сборке и разборке пистолета Макарова, стрельбе из пневматической винтовки, беге в полной боевой выкладке с 20-килограммовыми ящиками в руках. Практически каждый этап приносил с собой смену лидера. Ни одна из команд не могла существенно вырваться вперед. Так в беге со служебно-розыскными собаками в лидеры вышло сборное управление вневедомственной охраны ОМВД России по Архангельской области. Все одинаково ответственно относятся к этому мероприятию, к этой тренировке, к самому выступлению. Другой разговор, что кто-то сильнее соперников, кто-то слабее. И всегда в этом году у нас постоянное соперничество. К финалу напряжение на стадионе достигло предела. Первым на дистанцию 500 метров с препятствиями вышел спортсмен ОМОНа. Однако удержать лидерство в очном противостоянии ему не удалось. Результаты сегодня, в принципе, считаю неплохой. Несколько секунд выступили чемпионом, но все равно тренировались и старались занять только первое место. Прилагали к этому все усилия. Но немного не получилось. В результате третий год подряд золотая эстафета досталась сотрудникам управления вневедомственной охраны ОМВД России по Архангельской области. Серебряные медали завоевали бойцы ОМОНа. А заслуженная бронза у спортсменов ОМВД России по городу Северодвинску. Инга Швецова при содействии Пресс-службы ОМВД России по Архангельской области. Панорама Севера. Рубрики «Открытый город» – прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. 20 августа на телеканале ПС состоится прямая трансляция торжественного мероприятия по возвращению из рейса второй экспедиции Арктического плавучего университета. В ней принимают участие студенты из Швеции, Дании и Канады, а также известный российский журналист и телеведущий Михаил Кожухов. Начало трансляции в 14 часов. 23 августа на стадионе у 45-й школы пройдут соревнования по мини-футболу среди дворовых команд. Играют интернациональная сборная Архангельска, команды Северодвинска и Новодвинска. Прямую трансляцию соревнований смотрите на телеканале ПС. Начало в 11 часов. 24 августа в поселке Уимский Приморского района на родине легендарного Балагора Сени Малины состоится третий музыкальный фестиваль «Малина-джаз». В нем примут участие лучшие архангельские джазовые коллективы и музыканты, а также гости из других регионов России и зарубежья. Полную версию фестиваля можно посмотреть на телеканале ПС. Видеозаписи концертов, спортивных матчей и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 639 720. Открой город вместе с нами. В завершении информация о курсе валют. По данным Центробанка, на 20 августа доллар США 36 рублей 11 копеек, евро 48 рублей 21 копейка. Сразу после нашего выпуска смотрите интерактивную программу «В центре внимания». На прямой разговор в студию придет психолог высшей категории Лариса Кашкина. Тема для обсуждения «Первый раз в первый класс» о психологической подготовке детей к школе. Вы можете задавать интересующие вас вопросы по телефону прямого эфира 639 717. А у меня на этом все. В студии была Лариса Истомина. До встречи. В Вельске 20 августа будет малооблачно, плюс 22-23. В Котласе облачно с прояснениями, 21-23 градуса тепла. В Мирном среду переменная облачность, временами дождь, плюс 18-19. На Водвинске облачно с прояснениями, временами дождь, плюс 18-20 градусов. В Архангельске 20 августа будет облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь. Ветер южный и юго-западный умерены. Температура воздуха ночью плюс 10-13, днем плюс 20-23. Атмосферное давление существенно не изменится. Тип погоды второй благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова